Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Полномерно мы с вами движемся к важнейшему событию этого месяца. Августом это, собственно, заседание и встреча, симпозиум представителей сразу нескольких регуляторов в Джексон Холли. Я уже неоднократно делал акцент на то, что, вероятно, в ходе выступления отдельных представителей, я очень большую ставку делаю на Марио Драги, мы получим более-менее конкретные уже ориентиры того, что может произойти с европейской монетарной политикой. То, что евро сейчас находится на многомесячных максимумах, и, с одной стороны, мы можем это объяснить, поскольку видим, на каких минимальных значениях находится конкурент главного валютного риска доллара. Но, с другой стороны, понимаем то, что всему должен прийти конец, и в данном случае такому чрезмерному ралли, который уже состоялся по европейской валюте, тоже. Поэтому для разворота евро, конечно же, нужен триггер, так же, как и для движения стоящего любого другого инструмента. И этот триггер, в принципе, у нас присутствует сейчас в формате ожидания. Мы уже понимаем, почему Драги должен все-таки придерживаться мягкой экономической политики, достаточно взглянуть на ситуацию с инфляцией, взглянуть на ситуацию с влиянием курса национальной валюты, на то, что происходит именно с показателями промышленного сектора и с вообще показателями хозяйственной деятельности национальных экспортеров, которым уже, мягко говоря, не совсем, скажем, под руку работать с только высокой планкой по европейской валюте и, в принципе, со столь дорогой валютой. В ходе этой недели я рекомендую обратить внимание на тот факт, что нас ждут сразу протоколы ряда ЦБ, это ПРС, это протоколы последнего сезония Зеленого банка Австралии и, собственно, протоколы Европейского центрального банка. Вот, опять же, мониторил основные сводки по новостям валютного рынка, под протоколы Европейского центрального банка сейчас закладывают очень много медведей, поскольку считают то, что в ходе них станет ясно, в принципе, то, что политика для политика Европейского центрального банка просто обязана сейчас оставаться мягкой. Тем более, что в момент последнего заседания Европейского центрального банка действительно очень много было уделено перспективам программы количественного смягчения, показателям текущих процентных ставок. И, несмотря на отдельные, скажем, возможно, рыночные недопонимания, либо попытки увидеть того, чего не было, я делаю такой легкий акцент на то, что трейдеры спекулировали на якобы данных сигналах Европейского центрального банка о том, что сворачивание программы – это, в принципе, неизбежное решение предстоящих месяцев. Хотя сам Европейский центральный банк отметил те действия и полномочия, которые присутствуют в рамках мандата, и то, что программа количественного смягчения, которая сейчас характерна для Европейского центрального банка, она не будет претерпевать каких-либо серьезных изменений, по крайней мере, до ранее озвученного и оговоренного срока ее действия. То есть, как минимум до конца 2017 года, хотя я думаю, что мы с вами вот с этой программой доживем как минимум до середины 2018 года, и только после этого, может быть, вернемся опять же к обсуждению того, что с ней может произойти. И на рынке сейчас в рамках этой недели присутствует идея, что вот эти протоколы, очень важные, чего стоят только протоколы американского регулятора, смогут своей фундаментальной силой переключить внимание трейдеров от геополитики и тех самых движений, неприятных для рисковых инструментов и довольно неплохих для защиты активов, которые мы видели на прошлой неделе. И позволит все-таки обратить внимание больше на фундаментальную составляющую и поторговать в плане реализации тех идей, которые мы с вами и обсуждали уже некоторое время назад. Если действительно поведение рынка будет похоже на подобные предположения, то есть трейдеры обратят внимание на статистику, на протоколы, а протоколы будут в соответствии с тем ключом ожидания, которые мы с вами уже оговаривали, которые тоже закладывались тогда, эта неделя станет восстановительной для доллара и, соответственно, слабой для главного валютного риска. Ну, собственно, до протоколов еще, безусловно, нужно дожить. Это ближайшее заседание, точнее, протоколы Резервного банка Австралии, потом в авторник, в среду у нас ФРС и далее уже Европейский центральный банк. Мы будем держать руку на пульсе. Я, безусловно, как и всегда, продолжу снабжать вас самой интересной информацией, которая будет появляться перед этими событиями. Ну, думаю, что те, кто не гнушается фундаментом и видят в нем, опять же, достаточную силу, чтобы влиять на поведение активов, и раньше меня смогут, опять же, найти самые интересные инфоповоды, которые появляются на рынке. Друзья, сразу хочу отметить то, что не забывайте, у вас всегда была, есть и будет возможность коммуницировать в данном случае и со мной. Вы можете оставлять ваши вопросы на канале на YouTube, у вас есть также возможность делать комментарии на форуме о маркетинге, но я все-таки рекомендую больше сделать акцент на канал на YouTube. Именно каждый видеовыпуск, брифинг выкладывается там, поэтому можно делать комментарии под свежими, скажем, видеоматериалами, потому что они у всех на виду, собственно, к ним и больше внимания. Я со своей стороны обязуюсь, собственно, прослеживать вот эту вашу активность и при необходимости буду оставлять комментарии и помогать вам разобраться с тем, что происходит по мере, конечно же, собственных сил и возможностей. Сегодня также информационное такое объявление в 16.30, как и всегда, состоится еще и вебинар в ранний понедельник, он посвящен основным событиям прошлой недели. Если есть возможность физически на нем присутствовать, я, как и всегда, с огромным удовольствием всех вас приглашаю. Если нет такой возможности, то не забывайте, что запись этого вебинара будет доступна на нашем канале. Поскольку вебинар среднесрочный на неделю, там я также стараюсь поставить среднесрочные целевые ориентиры, то есть он будет актуален, в принципе, до конца текущей 5-дневки. Ну, а теперь давайте пробежимся по нашим традиционным инструментам, которые мы разбираем, стараемся разбирать каждую торговую сессию. Понедельник у нас с начала недели. Обычно на этот день не выпадает стоящих релизов, на которые стоит обратить его внимание. Обычно понедельник – это резонанс тех событий, тех отчетов, которые были опубликованы на заключительной сессии позапрошлой неделе. Сейчас это, в принципе, не исключение. И вот хочу сразу начать с рынка нефти, который закрыл, в принципе, прошлую неделю на отметке 50-го. Сейчас находится на тех же самых значениях. Конец недели у нас выдался довольно-таки интересно. Если мы посмотрим сейчас на дневную свечу, то сможем убедиться в том, что пятница была давлеющей, скажем, для этого инструмента. И если бы не локальный всплеск позитива, который появился под закрытием и недели торговой сессии, то мы наверняка бы закрыли день ниже планки 52.02. Но в целом, вся неделя, несмотря на то, что она была довольно волатильной, мы и побывали на положительной территории, сверху прям тестировали 53 доллара за баррель. И в то же время были все предпосылки, чтобы оказаться ниже текущей планки. Почему я сделал акцент на то, что пятница была довольно интересной? Потому что мы всю неделю ждали доклад от ОПЕК и еще отчета, прогноз по мировому предложению, по спросу со стороны Международного аналитического агентства. Это традиционные ведомства, которые являются довольно влиятельными на перспективы рынка нефтетрейдеры, которые фундаменталисты долгосрочные, безусловно, каждый месяц отслеживают эти отчеты и делают вывод. Мы относимся и к долгосрочным трейдерам, и к фундаменталистам. Так вот, сначала давайте попробуем объяснить, почему котировки нефти все-таки прибавили под закрытие торговой сессии. Но я не совсем согласен с реакцией рынка, которая присутствовала все-таки на нем со стороны участников трейдинга. Но думаю, что нужно ее обозначить. Так вот, всплеск позитива, который появился, был связан с статистикой по количеству недельных терминалов Бейкер Хьюз. Их число, между прочим, выросло на 3 единицы с 765 до 768. Но участники рынка и оптимисты, скажем, развили эту тему в следующем ключе. Две недели назад у нас было снижение по количеству терминалов на одну единицу. Сейчас рост, и этот рост сильно отличается от того роста, который мы, к примеру, наблюдали месяц назад, когда у нас за неделю мог быть скачок по терминалам на 8-10 штук или иногда даже видели больше. И сейчас 3 единицы, это не так уж и много. Это, возможно, свидетельство того, что количество терминалов убровых стабилизируется рядом с определенной планкой, достигла какого-то уровня. И дальнейшие темпы роста уже будут не такие существенные, как ранее. Я такую позицию, друзья, не разделяю, поскольку считаю то, что мы и дальше смело можем ставить на продолжение сланцевого бума в Соединенных Штатах Америки. Особенно при оценах, которые мы наблюдаем сейчас. Если вы внимательно, опять же, следите за абрифингами, знаете то, что я неоднократно делал акцент на уровень рентабельности. И по котировкам нефти, в принципе, для этого бизнеса. И считается то, что американские производители будут работать в плюс за счет сланцевого разведывания даже тогда, когда цены будут держаться ниже 40 долларов за баррель. Текущие котировки, разумеется, это зеленый свет для того, чтобы активность в этой отрасли продолжалась. И данный сектор американской нефтянки чувствовался по-прежнему очень неплохо. Мы вернулись к следующему тренду. Не имеет значения, на сколько мы выросли. На одну единицу, на две, на три, на пять, на десять. Самое главное, это статистика со знаком плюс. Количество терминалов растет. Их число остается на максимальных значениях не просто за несколько месяцев, за несколько лет уже. И пусть темпы прироста довольно скромные сейчас, но все равно они остаются по скорости вдвое превосходящими, чем темпы сокращения, которые мы наблюдали больше года назад. Поэтому в статистике Бейкер-Хиллз я вижу медвежий сигнал, который позволит нам спустя какое-то время уже снова говорить о не просто недельном показателе роста, а о тенденции из этих недель. А значит, будем готовиться к увеличению нефтедобычи в Штатах и движению планки показателя подобычи с текущих уровней 9,47 миллиона, выше 9,6-9,7 к нашей с вами заветной планке 9,8-10 миллионов баррелей в сутки. Это, собственно, первая причина, которая для большинства трейдеров, которые торговали на рынке краткосрочно, стала позитивным фактором, но для долгосрочных инвесторов это медвежий фактор. А вот теперь давайте поговорим о том, что ясно уже является медвежьим фактором для всех. Это доклады ОПЕК, в соответствии с которыми производство нефти на Ближнем Востоке выросло на 230 тысяч баррелей. Это показатель и отчет, который мы с вами еще проанализировали в четверг. То есть сейчас по Ближнему Востоку, по странам ОПЕК, максимальный показатель добычи с 2016 года. Прирост, собственно, составил примерно полпроцента. Это много, даже несмотря на то, что по-прежнему действуют ограничения по производству в рамках энергетического пакта. И Международное энергетическое агентство, которое представило свой доклад в пятницу, тоже подтвердило, в принципе, эти цифры, указывая на то, что производство нефти уже в рамках ОПЕК достигло 33 миллионов баррелей. Основой, скажем, сделки энергетического пакта было удержание добычи на уровне 32,5. Сейчас уже существенно превосходит эту планку, поэтому я не буду переставать делать акцент на то, что вся эта сделка и вообще затея стран Ближнего Востока без четкого понимания того, что произойдет по производству нефти в других электронах, которые не участвуют в этой сделке. Это, скажем, затея без каких-либо стоящих перспектив, способных решить проблему с перепроизводством. Плюс ко всему, Международное энергетическое агентство, как и всегда, не поленилось и оценило проценты исполнения договоренности. Они сейчас проценты, опять же, по отдельным регионам продолжают снижаться. И так вот, если отметить ОПЕК, то в среднем 75%. На 75% регионы придерживаются взятых на себя обязательств. Если мы будем рассматривать ситуацию со странами, которые не входят в Ближнюю Восточную картель, там процент соответствия обязательствам еще ниже, 68%. Но я не буду сейчас делать выводы, думаю, что вы все прекрасно понимаете, какими они могут быть по факту данных отчетов. Я думаю, что вы лишь убедились, если вперед меня до этого брифинга уже проанализировали все эти новостные события, убедились в том, что нефть будет оставаться под давлением. Мы не увидели, как котировки нефти пробились в районе 55 долларов за банк. Почему? Потому что это еще одно доказательство присутствия значительной силы продавцов на рынке нефти. И это продавцы, которые ставят на неэффективные сделки. Это продавцы, которые опасаются за рост добычи в странах ОПЕК и не верят, точнее, опасаются за несоблюдение еще большего, скажем, объема участниками нефтического пакта, взятых на себя обязательств. Все это будет создавать предпосылки для дальнейшего снижения. Нужно ждать, пока цены пробьются в район 50 долларов за баррель, когда падет снова эта планка, превратится в сопротивление, и мы будем смещаться еще ниже. Пока что фундамент этому явно способствует. Рубль в районе 60 ситуаций не меняется. Российская валюта ждет, что же произойдет дальше с нефтью. Мы знаем, что с нефть случится, поэтому знаем, что будет и с рублем. Надеюсь, что вы в длинных позициях уже довольно-таки давно не сворачиваете с этого пути. И уж тем более не позволили рынку. Поэтому не знаю, на чем убедить вас в том, что рубль будет дальше крепным. Поэтому мои прогнозы и мои ожидания субъективные, они сейчас абсолютно лишние, поскольку вы, собственно, как и я, знаете, что рубль обречен на дальнейшую слабость. И эта слабость в ближайшей неделе заведет пару доллар-рубль в район 62, как минимум. Соответственно, сделав акцент на то, что это неделя протоколов, я предлагаю тут же перейти на американскую валюту, на то, что происходит с парой доллар и иена, и сразу заложиться под то, что предстоящие протоколы будут все-таки в жестком ключе. Нас больше интересует даже конкретно не по процентным ставкам, нас интересует месяц сентябрь и вот обещанное уже начало сокращения баланса, которое также является подтверждением жесткой монетарной политики. В то же время, если разбирать ситуацию, сложившуюся на рынке под конец прошлой недели в контексте пары доллар-японской, мы видели снижение, собственно, этого дуэта актива до 16-недельного минимума 108,72. Сейчас хорошо, что отбились и ушли выше 109, котировки на текущий момент 109,57. Отчет, безусловно, влажный, самый стойчивый релиз. Мы ориентируемся прямо с понедельника прошлой недели на данные по инфляции, 5% готовились к нему. И по цифрам рост в месячном вложении 0,1%, в годовом вложении тоже прирост до 1,7-1,6. Есть и базовая инфляция, которая не учитывает цены на волатильные компоненты, как продовольственные товары, цены на энергоносители, без изменений. 0,1% в месячном вложении и 1,7% в годовом. Вопрос в студию. На повестку обсуждения – это плохая статистика. Я думаю, что сам факт прироста по сравнению с тем, что мы видели ранее, не нужно сравнивать с ожиданиями рынка, с прогнозами. Сам факт прироста – это еще одно подтверждение того, что у ФРС, по крайней мере, не должно было ничего поменяться в планах. Пусть они не получили какой-то дополнительный аргумент, чтобы можно было оправдать эти изменения монетарной политики, но уж точно они не получили аргумент, чтобы включить заднюю и сказать, ну все, статистика насколько ухудшилась, макроэкономическая картина вошла в стадию какой-то рецессии, экономика снижается и неясные глобальные перспективы заставляют нас притормозить с политикой более высоких процентных ставок. Да нет, конечно же. Те отчеты, которые мы получали в последние две недели, ну это, безусловно, самые важные отчеты. Это данные по американскому рынку труда, не забывайте про минимальные с первого года уровень безработицы данные по инфляции, которые хоть и отстают от цели в 2%, но планомерно не карабкаются. И я думаю, что прогнозы и самой Джанет Йеллин, потому что удастся добраться до цели в перспективе ближайших полутора лет, они еще абсолютно состоятельны, потому что самое главное – базовая инфляция находится на довольно неплохих уровнях, и базовая инфляция, как самоподдерживающийся сейчас механизм, уверен, будет распущивать этот маховик того, что инфляция улучшится. Почему, собственно, инфляция растет, казалось бы, если сравнивать с фактом наличия понижательной тенденции на рынке черного золота, это связано с крайней благоприятной картиной, которая сложилась в рамках американского рынка труда. Мы с вами имеем возможность каждую неделю обращать внимание на статистику через отчет по еженедельным заявкам на пособие по безработице. И каждый отчет указывает на то, что каждую неделю с американского рынка труда выбирается все большее количество новых рабочих мест. И, по сути, американская экономика близка к максимальной занятий. Если сокращается количество рабочих, скажем, трудовых ресурсов, если снижается, собственно, предложение на рынке труда, как я уже отмечал, работодатели начинают разгонять заработные платы. А это, в свою очередь, и подстегивает индекс потребительских цен. Да и плюс ко всему, мы, когда анализировали с вами последний отчет по Non-Farm Perils, у нас был, как же, довольно неплохой релиз по росту заработных вклад, который подтверждает все это. Поэтому, друзья, единственная причина, по которой мы не смогли очень неплохо подрасти в пятницу, это снова акцент на геополитику. И вот так уж получилось. Совпадение ли это или случайность? Ну, публикация данных по индексу потребительских цен в пятницу практически, ну, не в минуту, в минуту, конечно же, но близко там по времени совпала с очередным твитом о Трампа о том, что американская экономика, Штаты готовы воевать с любым агрессором. И если Северная Корея, собственно, не одумается, в ближайшее время не возьмется за голову. Это был, конечно же, самый прямой упрек в адрес политики Камчинына. То Штаты при необходимости готовы будут демонстрировать свою силу. Тем более, что до этого мы помним также довольно интересный твит Трампа о том, что Штаты готовы ответить огнем и яростью на любые выпады со стороны Северной Кореи. Эта тема сейчас все еще интересна. Тем более, что если ссылаться на один из основных таких новостных факторов, поддержавших вот ничью мировоззренность, то, что к середине августа, то есть на этой неделе, Северная Корея готова будет подготовить окончательный, точнее, план разработать по поводу нанесения ракетного удара по близлежащим территориям американской военной базы в Тихом океане на острове Гоа. Я думаю, что до этого не найдет дело, поскольку, ну, это действительно было, наверное, глупо. Хотя не нам судить про вот эти геополитические факторы и вообще про политику. Мы все-таки стараемся делать акцент на экономические составляющие, на релизы и искать ответы на те вопросы, которые касаются будущего котировок инструментов именно в фундаменте, больше не замешаны на политике. Ну, единственное, что исключение у нас были все-таки ожидания по реформам Трампа. Это тоже своего рода политика, но это все-таки экономические реформы. Поэтому мы на них делали большой акцент, но, к сожалению, прогадали, собственно, так же, как и десятки тысяч других трейдеров, тоже поверивших раньше времени в Трампы, потому что он готов реформировать экономику. Вернемся, собственно, к перспективам доллара японской иены. Ни в коем случае не нужно все-таки видеть в статистике по инфляции в прошлую пятницу исключительно медвежий сигнал, указывающий на то, что пара доллара иена будет сыпаться ниже. Я в плане статистики, напротив, вижу даже позитив. И не сомневаюсь в том, что американская валюта обязана вырасти сразу же после того, как вопросы, связанные с геополитикой, уже уйдут на второй план. Хотелось бы, чтобы это произошло по причине смягчения вот этой напряженности, то есть снижения градуса накала через более мягкие комментарии со стороны Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Ну и также хотелось бы, чтобы просто трейдеры переключили сейчас свое внимание все-таки на протоколы, которых достаточно по ряду регуляторов, и использовали эти протоколы, чтобы задать прочность сейчас по росту американца, поспособствовать тому, чтобы мы с текущих значений 109.57 снова ушли выше планки 110 иен против доллара. Фунт обхаживает отметку 1.30. Мы на фунт также делали большой акцент, поскольку понимали, что основная причина слабости этого инструмента – трудности на пути переговорческого процесса по Брейсу. В прошлой неделе это доказало. Очередные недопонимания, несогласованности по факту оплаты, выплаты отступных со стороны Англии перед Европейским Союзом – эта тема была номер один сейчас и остается, в принципе, для британца. Мы увидели в ней еще одно подтверждение того, что переговорческий процесс будет очень трудным, поэтому, исходя из еще мягкой политики Банка Англии, исходя из вот этих политических моментов в рамках Англии, и все еще исходя из веры в то, что доллар должен показать более высокие ценовые значения, хотя бы отыгрывая подстающие протоколы, фунт будет испытывать давление их также. Текущие котировки стоит рассматривать как еще одна возможность, чтобы продать по более-менее выгодным уровням. Если вы считаете то, что сейчас крайне рискованное предприятие продажных пунктов, ну, я ни в коем случае возражать не буду, тогда советую вам поискать уровни пониже. Но, опять же, учитывая волатильность британца, можно, конечно же, и не успеть присоединиться к этому уходящему к мотиву потенциальной коррекции, потому что, если на рынке снова появится стоящий негатив, то фунт легко потеряет больше фигуры там за отсчитанные минуты. Австралиец и новозеланец сегодня несут потери. Это еще и резонанс, опять же, событий прошлой недели. По австралийцу это комментарий Филиппа Лоуэ, руководитель Резервного банка Австралии, о приверженности к мягкой экономической политике. По Резервному банку Новой Зеландии то же самое, только комментарий Уиллера, который возглавляет этот регулятор, тоже отметившего, что из-за присутствующих рисков по снижению инфляции Резервный банк Новой Зеландии не откажется пока от мягкой экономической политики. Плюс ко всему, сегодня на азиатской сессии был опубликован снова целый блок статистики по Китаю, это вообще важнейшие отчеты промпроизводства, собственно, инвестиции в народное хозяйство и еще ручные продажи. Все отчеты в красном секторе, особенно пострадало промышленное производство, серьезнейший спад, даже не припомню, когда в последний раз был такой контраст с 7,6 до 6,4%. Спад промышленного производства готовит нас к тому, что темпы экономического роста будут пересмотрены с понижением, я думаю, что китайская экономика лишится не меньше 0,1% или даже 0,2%. Учитывая торгово-партнерские связи Новой Зеландии, Австралии и Китая, конечно же, валюты стран Океании первыми реагируют на вот этот фундаментальный негатив. Ну и также нефть должна испытывать соответствующий прессинг. В принципе, мы сейчас можем на это поставить, поскольку у нас еще не отыгранная статистика Бейкер-Хьюз, да еще и вот отчеты, собственно, по Китаю. Сегодня для рынка нефти, так же, как и для австралийца и новозеландца, все, собственно, созданы условия, чтобы закрыть торговые сессии гораздо ниже текущих значений. Будем, собственно, наблюдать за дальнейшим развитием событий. Доллар канадец. Здесь уже явно иссякли косилы быков, которые ставили на канадца по факту ожиданий следующего заседания Банка Канады и возможности еще одного повышения процентной ставки. Этот обхон уже не актуальный. Даже если Банк Канады пойдет на повышение процентной ставки, на фоне состоявшегося ралли, которое за последние полтора месяца превысило больше тысячи пунктов, все эти решения уже заложены в цену. Поэтому Канадец сейчас ищет новые триггеры для собственного поведения. Ну, здесь особо не разгуляешься, их на рынке немного. Это всего лишь статистика национальная. Мы на нее сейчас уже обращаем меньше внимания. И потом это доллар и нефть. А здесь уже ясно. По доллару мы ожидаем рост, по нефти, соответственно, снижение. Поэтому USDCAD у нас в текущих котировок 1.2678 будет стремиться в район 1.28. Это также скалкосрочный прогноз, которого придерживается Citi, если вас интересуют, опять же, и сторонние мнения со стороны инвестиционных банков. Американский фондовый рынок 2450 пунктов, а сейчас тоже очень много будет зависеть от протоколов, что произойдет с американской фондовой секцией. Геополитика сказалась, конечно же, на интересе к S&P, да и, в принципе, всему спектру активов и на закладе до Джонсу. Я говорил то, что лучше находиться сейчас в стороне от американского рынка, тем более, что если и произойдут распродажи, они будут довольно существенны. И, в принципе, прошлой неделе нам это явно доказало. Потери больше 1% за одну торговую сессию, и эти потери могут быть усилены. По-прежнему, друзья, давайте подержимся в сторонке от американской фонды. Мы подождем протоколы, подождем, утихнет ли, опять же, смягчится, уж и так, напряженность ли в отношениях Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи. Если произойдет именно так, то будет у нас позитив под конец недели уже, которым мы попробуем распорядиться через покупки американского фонда рынка. Но это не сейчас, поскольку темы все еще болезненные. Друзья, на этом, собственно, все. Из зачетов сегодня в 12.00 промышленное производство по еврозоне, но учитывая, насколько осейно просили промсектор и показатели торгового баланса Германии, ведущего локомотива еврозоны, я думаю, то, что дорогая валюта, дорогой евро, приведет к сопостроенным потерям и в рамках всего этого блока. Поэтому сегодня я советую придерживаться прогнозов, которые на отрицательной территории по данному отчету, что может стать дополнительной причиной слабости главного валютного диска. Больше сегодня обратить внимание не на что, но уже завтра мы с вами на азиатской сессии встречаем протоколы Резервного банка Австралии и готовимся к инфляции по английской экономике, которая может стать дополнительным топливом, подскорьем для распродаж пункта, которых мы также придерживаемся как наиболее перспективных и реальных в плане реализации ориентировать для этого актива. На этом, собственно, все. Не забывайте, что жду ваших вопросов и комментариев на канале на YouTube и на форуме Ammarkets. Не стесняйтесь, собственно, спрашиваю все, что вас интересует, потому что так у нас будет больше шансов выйти на истину, потому что может произойти с инструментами. Я озвучиваю только свою субъективную позицию. Большое спасибо тем, кто прислушался к моим комментариям и оставляет комментарии тоже свои, делает прогнозы, описывает свое видение рынка. Это все классно, потому что многие идеи настолько интересны, что действительно внушают доверие и дают возможность поторговать даже как о сроке и с ориентиром не на то же самое рост доллара, а напротив, на его ослабление. Но я все-таки стараюсь делать акцент на более долгоиграющую, долгосрочную картину и надеюсь, что в плане статистики с этим у нас все выходит нормально. Еще раз спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.